Семён Маркович, вот скажите мне, как опытный человек, так и есть ли жизнь после развода? Эх, Моня, это смотря на сколько развели. Дядя Изя, а что ты можешь сказать за этот танец ламбада? Додик, только то, что у них всё получится гораздо лучше именно лёжа. После ссоры жена так холодно посмотрела на своего мужа, что он почувствовал все признаки простуды. Девушка говорит по телефону. Да, я к вам примерно через час приеду. Наверное, лучше, чтобы вы меня встретили. Как вы меня узнаете? Ну, я высокая, стройная девушка, на мне чёрное пальто, чёрная юбка, сапоги чёрные, сумка. В общем, вся в чёрном и с косой. В разговоре наступает длинная пауза, молчание затягивается. И девушка добавляет. Коса? Это прическа такая. Привет, красотка. А вот такой красавица есть парень? А ты с какой целью интересуешься? Мужика у меня хочешь отбить? Девчонки, запомните, ваши дети будут похожи на него, а не на его автомобиль. В красоту не влюбляются. Влюбляются в родинку на щеке, в шрамику брови, в денежку на карточке. Ты как-то очень легко одеваешься. А что в этом сложного? Оделся и всё. Купил тёщу билет в цирк на первый ряд, на представление с живыми львами и тиграми. Сижу, натирая ей туфли борсучим салом. Коля, и зачем ты так рано женился? Да понимаешь, не хотел по разным бабам бегать. А как теперь? Теперь очень хочу. Субтитры сделал DimaTorzok